МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, товарищи! Центральное районное отделение КПРФ рада вас сегодня приветствовать на нашем митинге. Все вы прекрасно знаете, что сегодня, 5 декабря, по всей России проходит акция солидарности с дальнобойщиками. В защиту их справедливых требований с отменой системы Платон. Мы сегодня расширили наш митинг. И его заявка гласила, что мы сегодня выступаем за права социально-экономические всех граждан нашей страны и нашего города. Я сегодня, как секретарь центрального отделения, открываю этот митинг. И по традиции начнем его с вручения партийного билета. Нашему молодому коммунисту Исилеву Евгению Владимировичу билет вручается первым секретарем городского отделения партии Ходуновой Ольгой Архиповной. Аплодисменты Продолжение следует... Продолжение следует... Право своим выступлением открыть наш митинг представляется первому секретарю Центральной районной организации Маркову Николаю Сергеевичу. Здравствуйте, товарищи! Сегодня, в день Сталинской Конституции, мы проводим с вами знаковые мероприятия. Митинг, посвященный протестной деятельности, социально-экономических вопросов, вопросов дальнобойщиков, вопросов мансардников, вопросов валютных кредитов и многое другое, что подпадает под социальную несправедливость нашего государства. Кто они? Предатели национальных интересов собственного народа. Почему обещанные 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест за 30 лет в ожидании простого человеческого счастья превратились в 25 миллионов граждан, находящихся за чертой бедности? Кто они? Назовем их поименно, заработные платы которых от 5 миллионов рублей в день. Заработная плата позволяет им прожить и сказать, в общем-то на зарплату можно прожить, если она равняется бюджету целого населенного пункта. Эти люди Шувалов, Миллер, Эти люди Никуль, Якунин и многие другие олигархи, которые приватизировали всю страну, поставили в нищету собственный народ. Если мы сегодня будем говорить об отдельных вещах, и я думаю, что многие из выступающих сегодня выразят свою точку зрения, мы понимаем, нельзя так дальше жить. Общество должно проснуться. Литургический сон должен уйти на второй план. Манипуляция общественного сознания граждан должна превратиться в протестную деятельность. Мы должны сегодня поставить вопрос о недоверии правительству и гаранту Конституции. Мы должны сегодня поставить вопрос о проведении всенародного референдума. Мы должны сегодня говорить о том, что власть не способна вывести страну из экономического кризиса. Да здравствует правительство народного доверия! Да здравствует социализм! Спасибо! Продолжит наш митинг со своим выступлением представитель дальнобойщиков, которые сегодня по всей стране выходят на митинги протеста, на акции. Представитель Координационного совета дальнобойщиков Петербурга Вадим Яцук. Добрый день! Я вышел рассказать вам не только о наших проблемах, которые нас поставили на улице. Наш президент нам сказал, поддержите малый и средний бизнес. А руками Платона решила обобрать нас. На самом деле меня как водителя оберут и разорят. А вас разорят просто в магазинах. Потому что на наше место придут огромные компании, которые поднимут цены на перевозки. Нам врут про 10 копеек в литре молока. Зайдите в магазин. Платон всего 2 недели. А молоко и сметану на 10 рублей дороже. Каждая мусорная корзина из вашего дома поедет. На 20-100 рублей в месяц. И это будет уже в марте и сейчас. Это ближайшие наши перспективы. Мы уйдем. Честно работавшие на дорогах здесь. И это не проблема дальнобойщиков. Это проблема нашего всего огромного общества. Каждый день мы просто работаем. Мы хотим жить и честно трудиться в нормальной стране. Чтобы нас не обирали дарить нормальные человеческие правила игры. Чтобы я вышел и сказал, я честный труженик, какой я есть. Жил спокойно и трудился для вас. Я всего лишь хочу нормально жить. О нас не рассказывают. Наши друзья поехали в Москву. И федеральные СМИ ничего вам не сказали об этом. Вчера перекрывали МКАД. Но нам рассказали, что там была пробка. Такие акции были по всей стране. В Екатеринбурге, Петрозаводске. Люди отчаявшись поехали за свой счет. И заслонной милиции их закрывают на стоянках. Обижают всяких. Выписываются бешеные штрафы. И что нам с этим делать? Пока вы не знаете о нас, мы плохо знаем о ваших проблемах. Мы требуем освещения и решения нормальных социальных проблем. Спасибо. Товарищи, сегодня в Москве наша партия проводит встречу с дальнобойщиками, которые со всей страны отправились в Москву, дабы выразить свое несогласие с теми действиями, которые организует власть. И вот один из этих людей, член Координационного совета дальнобойщиков Петербурга, сейчас находится на подступах в Москве вместе со своими товарищами. И я хотел бы тоже дать ему слово, как говорится, в прямом эфире предоставить слово. Владимир Дирюгин. Владимир. Все, можно... Ага. Друзья, приветствую вас. Стоим мы в Симках, стоим уже два дня. До этого стояли в Тверской области. В общем, дело наше правое. Все боремся мы за право, да что-то там другое. Вот, ребята сейчас уехали, значит, в Москву, сам город, на митинг, на Суворовскую площадь, там, там, это самое, КПРФ, организовали пикинг в поддержку дальнобойщиков. Народу там тьма-тьмущая. Может, чем там закончится, пока не знаем. Здесь мы стоим в окружении ОМОНом, полицией, там грузовики не пускают и выпускают только по заранее сформированной заявке. Надо подходить, говорить, чтобы нас выпускали. Но никого к нам не запускают. Ну, в общем, стоим, держимся, люди приносят виду. Кому-то лекарства там. Большое спасибо всем людям. За нас приносят. Но пока, пока, ждем, ждем каких-то результатов. Может, что-то все-таки изменится в нашей стране, может, нас услышат. Ну, пока, наверное, думаю, на этом все. Спасибо, Володя. Я думаю, ты слышишь сейчас нас. И я хотел бы предложить всем здесь присутствующим поддержать наших товарищей, товарищей наших, граждан нашего города, которые борются с тем беспределом, который творят, к сожалению, наши представители правительства. Предлагаю проскандировать. Нет Платону! 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 Товарищи! А мы продолжаем наш митинг. И сегодня, сейчас, к нам присоединилась группа жителей наших городов, объединенные тем, что они живут в одном доме. Но спокойно жить, к сожалению, им не дают. В нечистые на руку руководители и некоторые чиновники устроили у них прямо над головой незаконное строительство. Это представители дома Восстания 51, Рылеева 20. Сегодня перед нами выступит представитель от Совета дома Панфилов Михаил... Михаил Петрович, член Союза Архитекторов. Алло. Добрый день. Проблема Платона, вот она сейчас возникла, проблема отъема общедалевого имущества в Петербурге существует очень давно. Мы живем в доме, построенном инженером Песнером, в 13-м году в зоне строго охраняемой исторической застройки. Эти здания пользуются большим успехом у коммерсантов строительства и чиновников нечистых на руку. В нашем случае эта стройка осуществляется... Была задумана такой план. Создали ТСЖ. Мы как бы... Все люди заняты, поэтому, в общем-то, не обратили на это внимание особо. Ну, ТСЖ так ТСЖ. Плюс они пообещали, что мы попадаем в программу 95 плюс 5 софинансирования с городом. Фасад сделали, ну, сделали плохо, но перестал сыпаться. Но появился у нас председатель ТСЖ. Риэлтор из Белоруссии Непоключинский, который взял на себя все функции правления, отсутствовало. Финансы наши не ставили нас в известность. Но мы до тех пор, пока не возникла проблема с Мазардой, это, как бы, в общем, пропускали мимо внимания. С 14-го года. Да, крыша текла все время, и, значит, ГЖИ заставило его по суду ремонтировать кровлю. Значит, вместо этого он стал строить Мазарду. Мы обращались и в администрацию президента, и к губернатору, и в ГЖИ, прокуратуру, прокуратуру РФ. Отписки сплошные. Круговерт, какая-то отписка, ничего не происходит, а мошенник делает свое черное дело. Ну, мы сейчас боремся как. Мы, значит, вызываем полицию, каждый день забирают этих товарищей. И они потом выходят, им нечего подъявить. И, значит, продолжают работу. Квартиры верхних этажей разрушены. Все в трещинах, все течет. И никому нет дела. Полный паралич власти. Россия. Да. Поэтому мы ждали бы, хотели бы, чтобы партия сделала запрос в прокуратуру на своем уровне о том, почему это все происходит. Плюс еще этот председатель уже не председатель, а он никто, он собственник квартиры. Так что мы надеемся, жулики, им нужна тишина, чтобы тогда по-тихому все это сделать и зарегистрировать потом эту собственность. но мы это не позволим. У меня все. Товарищи, сегодня мы пригласили к нам присоединиться также людей, которые выступают за свои права, которые в угоду, точнее, по вине, опять же, нашего правительства в связи с последним кризисом и резким скачком курса доллара попали тоже в очень тяжелую ситуацию. Это люди, которые взяли валютную ипотеку, те семьи, которые сейчас вынуждены платить в несколько раз больше свои взносы ежемесячные и находятся в очень тяжелом положении. Сегодня перед нами выступит представитель общероссийского движения заемщиков Сергей Игнатьев. Здравствуйте, товарищи. Я представляю действительно российское объединение заемщиков. Оно выросло из движения валютных заемщиков, а сейчас уже объединяет всех заемщиков страны, рублевых и ипотечных, неважно каких. На стране 40 миллионов заемщиков и одновременно заложников банков, потому что экономическая ситуация в стране с каждым днем ухудшается, люди не могут платить по своим кредитам, которые навязаны этим обществом потребления. Каждый шестой из работающих должен, те, кто должен работать в этой стране, сейчас безработный, работу найти с каждым днем все тяжелее. Те, кто работают, получают сокращение своих зарплат и увольнением еще грозят, а это значит, что новые люди не смогут платить по своим кредитам. Наше общество призвано защитить таких людей от банков, которые живут одним днем и обдирают трудящихся, которые готовы отнимать у них квартиры, машины. Дорогие товарищи, ничего нового для нас 15 ноября не случилось. Это просто новый шаг, новый широкий шаг на наступление наших прав. Сначала у нас капремонт налог, потом у нас новые тарифы, потом налог на наши квадратные метры, теперь налог, как называется платон, платежи за тонну, ведь платон это философ, учитель Аристотеля и этим именем они назвали фискальную систему, антиконституционно ввели ее, фактически законодательно закрепив двойное налогообложение транспортников. Кроме того, это действия антиконституционные, потому что сейчас наша фракция КПРФ проверяет на антиконституционность введение этого платона. К чему приведет эти действия правительства? мы прекрасно понимаем рост цен неминуем и эта спираль будет раскручиваться. Мы понимаем безработица, ведь из числа тех, кто сейчас трудится на большегрузном транспорте, это малые предприниматели, это малый бизнес, люди, которые своим трудом зарабатывают деньги на то, чтобы доставить товар в село, доставить товар в конкретный магазин, доставить товар нам, и деньги будут переложены, средства будут переложены на наши с вами карманы. В очередной раз правительство забирается в карман трудового народа. В очередной раз и мы понимаем во благо кого это делается, во благо олигархата, чтобы у них денег было еще больше, а мы концы с концами не могли свести, чтобы прокормить свои семьи, выучить своих детей. Почему кто ответит на этот вопрос что сбор средств платона, платежи за тонну набирает не налоговая инспекция, государство, а частная компания. И только каждый пятый рубль может быть попадет в федеральный бюджет. Кто придумывает эти антинародные, антикоституционные законы. Наша партия все эти месяцы борются за то, чтобы отменить или хотя бы на первое время мораторий наложить на использование этой системы, которая будет распространяться потом не только, если мы успеем, не только на федеральной трассе, но и на местные трассы. И мы прекрасно понимаем, как это аукнется. Первое, наложить мораторий и отменить Платон как антинародную меру. Второе, расстроить в конституционном суде эту меру как и признать ее как антиконституционной. Третье, найти вину кто в конце концов проводит эту безумную политику. Мы прекрасно понимаем, что вместе с Платоном должно уйти и правительство. Платон должен уйти вместе с правительством. Это написано на этом лозунге. И сегодня я с понедельника разговариваю с ребятами, которые приехали в Москву из Санкт-Петербурга. Все время на связи. Останавливают на трастах. Как проверяют и досматривают их машины. Как они вынуждены идти малыми колоннами, сливаясь с легковым автотранспортом, чтобы их автозаки не перехватили. И они фактически не были арестованы. Они делают все. С понедельника они двигались и доехали до Москвы. Теперь новый этап выдержать им там. Сейчас с 12 до 15 Валерий Федорович Рашкин и группа депутатов проводят несанкционированный митинг, потому что его власть не разрешила, а проводят встречу с депутатами, чтобы разрешить эти проблемы дальнобойщиков как составляющую, единую составляющую войны за социальные права граждан Российской Федерации. Уступят сейчас дальнобойщики, дальше будет еще хуже. значит все дозволено. И именно сегодня мы вышли на этот митинг, митинг солидарности с водителями транспорта. Мы вышли на митинг солидарности и мы солидаризируемся с теми, кто остался без жилья за счет жутких валютных заемных средств. Мы консолидируемся и с теми, кто выступает против мансард уродующих наш город. Если мы не объединимся в один кулак, если мы не сможем провести акции солидарности по всей стране, как это сегодня проходит, мы не сможем бороться с антинародной властью. А я желаю и уверена, наша победа будет и мы будем сильны с каждой такой акцией. Ура! 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 Ура!